здравствуйте дорогие друзья сделаем вот такого дракончика делается не очень сложно но посмотрите насколько он хороший красив интересно даже мордочка посмотреть линии сгиба рожки ушки глаза симпатичная модель эта модель сделана из формата а2 склеил его скотчем и как видите не видно стыков вот один стык и тон получается внутри тут полосочка а скотч с внутренней стороны его не видно я начну видео с формата а3 покажу как правильно расположить склеенные листы если вы будете тоже склеивать формат а2 и чтобы не было видно скотча а потом возьму заготовку большего размера уже и продолжим итак берем лист формата а3 со скотчем как будто мы сделали а второй и давайте начнем если вы тоже склеили лист как я то располагаем скотч вверх с этой стороны у нас стык вот у меня лист большего формата склеенный но он у меня в камеру не влезает я начну с меньшего формата и продолжим с большего скотч вверх этот угол закладываем на этот угол проглаживаем этот угол закладываем на этот угол проглаживаем вот этот угол закладываем к центру и проглаживаем не все а только нам нужна вот эта меточка вот это наша точечка вот эту линия закладываем на эту точку проглаживаем и зеркально переносим вот этот край бумаги а этот проглаживаем проглаживаем вот этот уголочек закладываем сюда эту линию на эту линию проглаживаем вот у нас линия загиба раскрываем вот вторая линия загиба и с обратной стороны тоже две линии раскрываем и вот этот квадратик закладываем вовнутрь загибаем и складываем проглаживаем с одной стороны с другой стороны раскрываем раскрываем треугольник прижимаем треугольник точно так же с другой стороны переворачиваем раскрываем этот угол сюда по центру берем один треугольничек точно так же раскрываем второй треугольник вот эту линию на эту линию закладываем проглаживаем переворачиваем на другую сторону повторяем то же самое закладываем последний последний проглаживаем закрываем закрываем берем заготовку большего размера вот это у нас формат А2 все загнуто точно так же скотч внутри все одинаково берем отгибаем вот эту линию закладываем на эту линию прокладываем же цена то же самое проглаживаем вот у нас получается две точечки здесь кладем линеечку проведем прямую линию это у нас будет линия загиба раскрываем и вот этот край бумаги отгибаем толкаем вперед бумагу и у нас получается треугольничек загибаем точно также делаем с этой стороны то же самое делаем с обратной стороны вот кое-где стыки появляются это здесь скотч видно по не будет то же самое с этой стороны вот 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 с двух сторон теперь берем одну сторону любую отгибаем и вот этот треугольничек выбираем внутрь загибаем вот у нас получилось здесь нет треугольничка а здесь есть треугольничек теперь с этой стороны где убираем вот этот треугольничек чтобы у нас было симметрично будет загибаем и здесь есть треугольничек а здесь нету треугольничка вот с этой и с этой стороны отгибаем вот эту линию закладываем на эту линию прижимаем вот у нас получилась линия загиба раскрываем и прижимаем по этой линии линию закрываем обратно эту линию на эту линию тоже самое делаем с другой стороны эту линию на эту линию проглаживаем вот наша линия загиба и проглаживаем вот у нас должно получиться вот здесь два треугольничка наших с этой стороны пусто вот этот треугольничек раскрываем и загибаем вот таким образом вот отсюда линия идет с другой стороны точно так же раскрываем посередине и загибаем от этой точки раскрываем вот эту линию закладываем на эту линию и проглаживаем эту линию на эту линию последнюю линию на эту линию последнюю линию на эту линию закрываем обратно и раскрываем нашу заготовочку в том месте где нет вот этих треугольничков в этом месте раскрываем прижимаем чтобы эта линия легла на эту линию и складываем пополам в этом месте вот наш скотч торчит его потом видно не будет сгибаем отгибаем отгибаем одно крыло прижимаем с другой стороны отгибаем вот в этой точечке придерживаем придерживаем а переднюю часть отгибаем получается вот эта часть бумаги уходит во внутрь и вот эта загибается и толкаем треугольничек толкаем чтобы вот эта линия была параллельно нижней линии прижимаем вот еще раз покажу получается мы здесь на месте это отгибаем часть и это отгибается и вот так вот ложится с другой стороны точно так же зеркально придерживаем отгибаем отгибаем и зеркально прижимаем вот эту линию вот этого треугольничка закладываем на вот эту линию загиба проглаживаем вот эту линию закладываем на эту линию вот эту линию проглаживаем проглаживаем собираем вместе эту линию и эту линию сгибаем соединяем вместе и наш треугольничек закладываем по вот этой линии прижимаем раскрываем раскрываем его можем сначала сразу так вот сформировать это будут ручки у динозавра раскрываем загибаем прижимаем прижимаем и теперь обратно коготочек такой сделаем и закрываем обратно с другой стороны делаем то же самое треугольничек треугольничек наш отгибаем вот наша линия загиба эту линию на эту линию прижимаем прижимаем эту линию на эту линию прижимаем соединяем вот эту линию с вот этой линией и вот эти наши линии загиба соединяем закладываем вниз отгибаем раскрываем уворачиваем обратно чтобы было симметрично и раскрываем и делаем коготочек вот такая лапка с одной стороны и с другой стороны немножко их подровняем чтобы они были посимметричнее готово отгибаем крылышко раскрываем тянем за эту бумагу и вот закладываем вот эту линию на эту линию загиба закладываем прижимаем вот эту линию закладываем на вот эту линию крыла и здесь бумагу прижимаем у нас изменилась немного форма крыла отгибаем эту бумагу эту линию закладываем на эту линию загибаем здесь отгибаем эту бумагу по вот этой линии прижимаем вот мы согнули по этой линии придерживаем отгибаем крыло от этой точки до этой точки прижимаем и возвращаем крыло обратно и вот эту линию закладываем на эту линию загибаем крыло толкаем вперед в этом месте у нас получается еще одна линия загиба вот в этой точке получается линия загиба у нас идет возвращаем крыло прижимаем и вот эту бумагу расправляем с другой стороны делаем то же самое и вот эту линию и вот эту линию вот эта линия ложится на эту линию меняется форма крыла эту линию закладываем на эту линию прижимаем прижимаем отгибаем эта линия ложится вот сюда отгибается таким образом чтобы вот здесь была линия загиба вот у нас получается вот в этом месте отгибаем прижимаем в эту линию в эту линию загибаем от этой точки до этого угла загибаем разгибаем обратно уже от этой точки придерживаем здесь отгибаем и вот этот край бумаги закладываем на этот край и у нас сейчас сформируется сзади вторая линия загиба толкаем бумагу и вот у нас появляется вот эта линия загиба с задней стороны прижимаем вот и получились крылья у дракона отгибаем крыло и отгибаем вот эту бумагу чтобы вот эта линия легла на эту линию отгибаем с обратной стороны делаем то же самое отгибаем отгибаем крыло отгибаем бумагу и вот у нас вот эта линия параллельно этой линии прижимаем и отгибаем обратно убираем убираем лишнюю бумагу вот этот край для этого мы вот эту линию закладываем на эту линию загибаем крыло и чтобы вот эта линия была на одной прямой с этой линии загибаем и вот получается у нас одна прямая линия с другой стороны делаем то же самое убираем вот этот край бумаги вот эту линию закладываем на эту линию и здесь чтобы получилась прямая линия сформируем лапы дракона открываем снизу прижимаем чтобы здесь было небольшое расстояние точно так же с другой стороны зеркально и отгибаем чтобы получилась небольшая лапа получается вот эта линия не совсем параллельно со второй линией и точно так же еще одну лапу сделаем вот такие две лапы вот эта точечка это будет наша линия загиба отсюда начинаться загибаем а здесь приблизительно чтобы было 45 градусов вот этот угол прижимаем вот наша линия загиба в другую сторону в другую сторону согнем чтобы лучше бумага ложилась раскрываем и вот наша линия вот наша линия вот наша линия вот еще наша линия загиба и теперь раскрываем толкаем бумагу и закрываем вот у нас получились вот такие ушки вот этот край бумаги один треугольничек берем и по этой линии загибаем его вот наша линия загиба и вот этот треугольничек убираем вовнутрь раскрываем вот наши линии и убираем вовнутрь вовнутрь нет не Продолжение следует... Убрали треугольничек. То же самое делаем с вот этим треугольником. Загибаем его. И убираем его вовнутрь. Раскрываем. И закладываем. Отгибаем один треугольничек. Отгибаем другой треугольничек. Прожимаем. Снизу раскрываем. Прижимаем. На одну сторону. На другую. Берем треугольничек. Раскрываем. И закладываем посередине. Проглаживаем. Берем вот этот один треугольничек. Раскрываем его. Эту линию закладываем на эту линию. Эту линию на эту линию. Раскрываем бумагу. Раскрываем бумагу. И получается у нас треугольничек. Загибаем. То же самое с этим треугольничком. Раскрываем его. Эту линию на эту линию. Эту линию на эту линию. Уберем линеечку. Раскрываем. Немножко загибаем линию. И толкаем бумагу вперед. У нас еще один треугольничек. Раскрываем. Обратно. Отгибаем треугольничек. Вот у нас по середке получается два таких треугольничка. Эту линию закладываем на эту линию. Берем, отгибаем треугольничек. Закладываем. Точно так же с этой стороны. Эту линию на эту линию. Прижимаем. Отгибаем один уголочек. Это будут глаза дракона. Вот это раскрываться от этого угла. И приблизительно до вот этой линии. Отгибаем. Точно так же с этой стороны. Прижимаем. Сформируем дракону носик тупой. Вот как здесь. Для этого мы раскрываем наш треугольничек. С одной стороны, с другой стороны. Загибаем кончик. И закладываем. Чтобы он получился вот таким образом. Это будет пятачок и носик у дракона. Закладываем пополам дракона. Угибаем дракону ушки. Вот эту линию. Загибаем на линию загиба. Закладываем сюда. И теперь вот эту линию. И вот эту линию соединяем вместе. С другой стороны точно так же. Отгибаем. Вот наша линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию загиба. И здесь соединяем. Это у нас глаза будут у дракона. Вот эта часть. Вот такие ушки получились. Делаем дракону рожки. Отгибаем. И получается вот эту линию. Вот эту линию соединяем вместе. Закручиваем вверх. И потом в сторону. Похоже как у козы. Немножко форму рогов. И в сторону. То же самое делаем со вторым рогом. Отгибаем. Эту линию и эту линию. Соединяем вместе. Закручиваем вверх. Потом немножко вниз. И в сторону. Делаем вот такие глазки. Дракону. Для этого мы раскрываем. Краешек бумаги. Немножко прижимаем. С другой стороны тоже самое. Отгибаем. Раскрываем. И немножко прижимаем вверх. Формируем дракону хвост. По вот этой линии загиба. Вот этот треугольник. Загибаем. Бумагу. А от этой точки до этого угла. Тоже у нас получается линия загиба идет. Проглаживаем. Проглаживаем. Прижимаем. Теперь в этом месте. Загибаем обратно. Бумагу. И опять же от этой точки на угол ведем. Загибаем. Прижимаем. Прижимаем. По этой линии еще раз загибаем. И от этой точки на нет Прижимаем Проглаживаем И по этой линии загибаем еще раз И тут опять на нет И последний раз По этой линии Загибаем вовнутрь Эту линию закладываем на эту линию То же самое делаем и с этой стороны Эту линию Убираем Загибаем бумагу С одной стороны И от этой точки На угол Идет линия загиба Прижимаем И загибаем Толкаем бумагу По этой линии загибаем Еще раз загибаем Прижимаем Еще раз загибаем По линии И последний раз По этой линии Загибаем А эту линию И закладываем На эту линию Вот получился такой хвостик складываем дракона пополам отгибаем вот этот край бумаги таким образом чтобы вот этот треугольничек был выше вот этой линии крыло отгибаем немножко раскрываем вот эту бумагу и получается у нас вот эта линия чуть чуть ниже вот этой линии проглаживаем закрываем загибаем то же самое делаем с другой стороны отгибаем симметрично прижимаем раскрываем дракона снизу вот этот треугольник достаем два листа бумаги загибаем вперед прижимаем нас интересует вот эта линия вот эта линия согнем в этом месте по линии раскроет вот наша линия отгибаем одну часть отгибаем с другой стороны точно так же остается вот это край бумаги и вот в этом месте это наша линия загиба получается мы прижимаем здесь прижимаем и по линии загиба сгибаем и толкаем хвост хвост согнули пальцем вдавили и загибаем чтобы здесь был приблизительно 90 градусов вот эта линия и эта линия на одной плоскости прижимаем прижимаем с этой стороны точно так же прижимаем прижимаем и отгибаем хвост таким образом чтобы вот этот уголочек был чуть чуть выше вот этой линии вот таким образом прижимаем вот у нас вот так вот будет стоять дракон подровняем здесь бумагу вовнутрь заправим если она выскочила вот так вот вот так вот сделаем линии загиба на хвосте дракона вот такие у нас будет раз два три три складочки одна складочка у нас заканчивается вот здесь вот это получается место заканчивается сейчас мы ее сделаем по вот этой линии мы сгибаем и эту линию закладываем на эту линию немножко расширим чтобы бумага у нас не упиралась вот получилась складочка из нее выходят перья сделаем еще одну складочку здесь получается вот она это приблизительно и третью складочку сделаем где-то вот вот в этом месте вот она то есть получается у нас немножко будут торчать шипы и закладываем можно с помощью этих складок повернуть хвост вправо влево чтобы он был повернутый складываем хвост вместе пополам вот такой хвостик получился вот эту часть вот эту часть закручиваем вот получился такой симпатичный хвостик можно немножко подвинуть вот эту складочку чтобы они были это самая большая меньше меньше давайте передвинем немножко вперед сделаем чуть-чуть вперед можно немножко подвинуть и эту складочку чтобы дракончик красивее чуть-чуть подвинули это мы сейчас сделаем для того чтобы точнее сделать на шее потому что на шее надо делать точно складочки потому что это изменит угол наклона головы покажет нам если мы сделаем приблизительно то голова не будет такая выразительная красивая с хвостом мы разобрались теперь визуально складки точно видно что мы сделали нормальное расстояние теперь можем хвост немножко повернуть в эту сторону тут надо чуть-чуть изменить ничего сложного вот это расстояние увеличить а здесь на нет уменьшить чуть-чуть загибаем и хвостик будет поворачивать один следующую вкладочку раскроем точно так же увеличим а здесь чуть-чуть уменьшим если много увеличивать тогда вот здесь не будет совпадать давайте повернем здесь чуть-чуть и последнюю складочку увеличим чуть-чуть загиб а здесь уменьшим закрываем и хвостик повернул и теперь самое главное сделать нормально шею первая линия загиба стопроцентное возле основания руки и потом у нас будет еще один два еще два загиба будет у нас делим расстояние это на три части от головы и до основания получается у меня 63 приблизительно по 21 это центр теперь нам надо немножко отступить вперед и назад эта линия загиба будет и с обратной стороны перенесем раскрываем и загибаем первая складочка складочки должны быть строго перпендикулярны возвращаем обратно на немножко загибаем прижимаем вторая складочка загибаем прижимаем первую складочку возле основания загибаем получается у нас идет от этой точки линия загиба и уходит немножко в сторону загибаем загибаем делаем маленькую складочку вперед складываем вот это немножко великовато здесь мы придерживаем а низ вытягиваем чтобы было на нет прижимаем прижимаем с другой стороны прижимаем точно так же следующую здесь прижимаем здесь вытягиваем чтобы получилось здесь на нет и немножко вперед поднялась голова а последнюю складочку мы наоборот опускаем вперед чтобы было на нет получается у нас вот этот загривок голову опускаем таким образом опускаем можно чуть выше можно чуть ниже в нужном нам положении чуть-чуть опускаем вот таким образом нужно сделать и криву вот эту криву для этого мы отступаем приблизительно это будет грива у дракона это сжато вместе получается переносим на другую сторону как хохолок у дракона прижимаем пальцами в этом месте отгибаем получается грива с другой стороны получился такой объем вот так и теперь загибаем бумагу чтобы у нас была вот такая тоненькая шея приблизительно вот у нас голова вот так вот загнута и получается от этой точки загибаем загибаем вот так бумагу сюда и идет отсюда до вот этой точки бумаги будем загибать вот это лишний край бумаги загибаем придерживаем чтобы вот эти наши не распадались стыки загибаем с другой стороны точно так же от этой точки от этой точки делаем симметрично шею до вот этой точки загибаем загибаем придерживаем вот эти места чтобы не распадалась фигурка загибаем можно взять пинцет чтобы удобнее было некоторые прогибать еще придерживаем загибаем загибаем точно так же с другой стороны и еще раз прижимаем хорошо вот эти стыки чтобы бумага держала объем чтобы бумага держала объем вот здесь немножко в шее И прижмем, чтобы держался вот такой грива такая. Сформируем крылышки у дракона. Вот эту линию закладываем на эту линию. Прижимаем. Вот у нас линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию. Проглаживаем. Еще одна линия загиба. Эту линию закладываем на эту линию. Вот эту линию на эту линию закладываем. Вот эту линию закладываем на эту линию. И еще раз вот эту линию на эту линию закладываем. У нас получается все линии загиба есть. Делаем гармошечку. Эта линия первая ложится. Подгибаем обратно. Вот наша линия. Эту линию закладываем на эту линию. Подгибаем. Эту линию закладываем на вот эту линию. Готово. Вот такое крылышко. Сделаем немножко, закрутим здесь. Это будет и красивее, и держать объем будет. Точно так же делаем с этой стороны. Прижимаем. Нажимаем. Делаем гармошечку. Делаем гармошечку. Раскрываем, немножко подкрутим в другую сторону по часовой стрелке, раскрываем, уже приобретает дракон красивый вид, сделаем ему пасть, вот такую красивую, она необычная, красивая, отгибаем треугольничек, раскрываем, загибаем и должно получиться вот здесь и приблизительно вот такой угол, где-то 45-90 градусов, 90 градусов и возвращать будем приблизительно вот так вот. Выгибаем треугольничек обратно, загнем еще чуть-чуть больше, а вот от этой точки. Дальше мы загнули и тогда вот эта часть у нас будет потоньше, вот эту линию закладываем на эту линию, возьмем пицинтик, чтобы было полегче. Закладываем, прижимаем, тоже если бумага и толстовата, у нас плотность 80 все равно бумага загибается и держит с другой стороны, и с другой стороны загибаем симметрично, слома симметрично. челюсть стала тоньше и теперь мы сделаем маленький здесь загиб чтобы более тупее стала челюсть и загибаем у нас получается чуть тупой носик и нижняя челюсть сделаем мордочку вот такую для этого мы отступаем от этого от этой линии у нас здесь кончик есть от этой точки и параллельно только чуть чуть выше чуть чуть выше проводим линию и загибаем и тогда добавится объема дракона точно так же с другой стороны и и и и и и и и прижимаем сверху глаз отогнем и вот наш этот объем получился прижимаем и и и и и и и вот такая мордочка стала гораздо лучше глаз раскроем еще раз сверху немножко сплющиваем и загибаем наверх чтобы не закрывался с одной стороны с другой стороны наш дракон готов сейчас мы немножко его приведем божеский вид все складочки подровняем ушки подровняем вот эти мордочку расправим еще раз порошки порошки красивая моделька обратите внимание скотча нигде не видно склеили мы лист из двух листов формата а3 вот такой дракончик у нас получился спасибо большое что смотрели если вам понравилось видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал с вами был Жигулев Алексей до скорой встречи пока и и и и и и и и